Из-за вращения и огромной гравитации черные дыры иногда выбрасывают в космос потоки материи, движущиеся почти со скоростью света. В космосе есть нечто под названием «Великий аттрактор» — гравитационная аномалия за пределами нашей галактики. Этот аттрактор нельзя увидеть, но известно, что он притягивает к себе Млечный Путь и многие другие галактики. Ветра на Нептуне развивают скорость до 2600 км в час. Это в три раза быстрее, чем самолёт. Температура на южном полюсе Луны опускается до минус 238 градусов Цельсия. Возможно, это самое холодное место во всей Солнечной системе. Плотность Сатурна меньше плотности воды, так что если кинуть его в гигантский бассейн, он всплывёт. Спутник Юпитера Европа покрыт толстым слоем льда, под которым находится огромный океан воды глубиной до 160 км. Раньше считалось, что водный лёд редкий и встречается только на Земле, но на самом деле его можно найти по всей Солнечной системе, даже на Меркурии и на Луне. Великолепные кольца Сатурна — это поиск космического мусора, образовавшийся после того, как один из спутников планеты разрушился. У Юпитера, Нептуна и Урана тоже есть кольца, но не такие шикарные, как у Сатурна. Кольца есть даже у некоторых астероидов. В Солнечной системе восемь подтверждённых планет, но есть свидетельства того, что их может быть девять, просто одну мы ещё не открыли. Органическую материю на Землю могли принести кометы, ведь на нескольких кометах находили органику. На Сатурне бушует непрекращающийся шторм, как и на Юпитере. И этот шторм имеет шестиугольную форму. Меркурий и Венера — единственные планеты в Солнечной системе, у которых нет спутников. Насколько известно астрономам, у Юпитера — 79 спутников. Самый большой из них — Ганимет, и он крупнее Меркурия. Раньше Млечный путь считался поясом, но теперь мы знаем, что это спиральная галактика. Отпечатки ног на Луне не исчезают, потому что там нет ветра, который сдул бы их с поверхности. Есть гипотетическая возможность существования белой дыры, противоположности чёрной. Ничто не попадает в неё снаружи, но свет и материя могут выходить изнутри. TRES-2b — это планета бесконечной ночи. Но это не та красивая ночь с сияющими звёздами. Здесь вас ждёт абсолютная тьма и невероятный жар. Эта планета — газовый гигант в полтора раза массивнее Юпитера, и её поверхность отражает свет даже меньше, чем сажа. От неё также может исходить тусклое красное свечение и запылающая атмосфера, которая горячее расплавленной лавы. Замечательно. В звёздную систему Коперник входит пять планет, четыре из которых — это газовые гиганты, подобные Юпитеру и Сатурну. А вот пятая, вернее первая, потому что она ближе всего к своей звезде, по-настоящему ужасна. Планета И находится так близко к звезде 55 Рака Эй, что половина планеты — это океан расплавленной лавы. А вторая половина — непроглядная тьма, потому что планета повёрнута к звезде всегда только одной стороной. И между огнём и темнотой находится сумеречная зона — тонкая полоска серого ничто. Экзопланета HD 189733AB. Единственная на орбите своей звезды. И на первый взгляд она выглядит довольно симпатично. Голубая, с белыми завитками на поверхности. Но этот приятный цвет возникает вследствие присутствия частиц силикат в атмосфере планеты. А это означает, что дождь там идёт из-за расплавленного стекла. Но самое страшное, что ветер достигает скорости в 8700 км в час. Для сравнения, самый быстрый ветер на Земле достигал скорости в 408 км в час. То есть он более чем в 20 раз слабее. Кроме того, стекло, падающее с неба, движется горизонтально на сверхзвуковой скорости, разрушая всё на своём пути. Следующая планетарная система носит название, которое я даже не рискну произнести. Она состоит из трёх планет, которые медленно разрушаются собственной звездой. Это происходит потому, что она не обычная звезда, а пульсар, или быстро вращающееся ядро взорвавшейся звезды. Он испускает мощные электромагнитные импульсы по всем направлениям, при этом совершая несколько тысяч оборотов вокруг своей оси в секунду. В результате планеты, вращающиеся вокруг этой погибшей звезды, медленно разрушаются и в конечном счёте исчезнут. КОИ-55 – это горячий голубой карлик, который 18 миллионов лет назад был красным карликом. В настоящее время вокруг него вращаются две планеты. Более близкая к звезде планета – это газовый гигант с названием КОИ-55b. Эта планета до сих пор существует, но разросшаяся звезда поглотила её и превратила в мир горящего камня. В настоящее время это одна из самых горячих обнаруженных планет. Её температура выше, чем на поверхности Солнца. Удивительно, что планета продолжает своё существование, будучи внутри звезды, но она уже испаряется. Поэтому в ближайшем будущем она, скорее всего, исчезнет. Если бы Солнце было размером с дверь, наша планета была бы размером с мелкую монетку. Другими словами, Солнце вместит в себя 1 миллион планет размером с Землю. Лунные камни плохо поддаются эрозии. Примерно 1 миллиметр за 1 миллион лет. Поэтому следы, оставленные астронавтами миссии Аполлон, скорее всего, останутся там на 10-100 миллионов лет. Спутнику Юпитера Ио 4,5 миллиарда лет. То есть ему почти столько же лет, сколько и Юпитеру. Ио. И это одно из немногих космических тел Солнечной системы, где всё ещё действуют вулканы. Этим вулканам хватает мощности, чтобы создавать живописные виды, которые впоследствии улавливают земные телескопы. Кстати, Ио – это имя древнегреческой красавицы, в которую был влюблён Зевс. Согласно мифам, Зевс превратил её в корову, чтобы спрятать от своей ревнивой жены Геры. Ладно, хватит о коровах. Вернёмся в космос. Нейтронная звезда рождается после коллапса сверхновой. После этого она очень быстро вращается, совершая примерно 60 оборотов в секунду. Но иногда скорость вращения достигает 600 оборотов в секунду. У меня уже голова закружилась! Космос не может быть полностью чёрным, ведь есть звёзды. Разве они не должны подсвечивать всё вокруг? Вы не видите звёзды повсюду, потому что они не существовали достаточно долго, чтобы их свет достиг Земли. Ещё один спутник Сатурна, Япет, обладает уникальным двухцветным окрасом. И разница между двумя полушариями огромна. Одно полушарие белое, как снег, а другое чёрное, как копоть. Учёные пока не смогли разгадать эту загадку. Все планеты Солнечной системы уместятся в пространстве между Землёй и Луной. Да, в космосе много места. Кольца есть не только у Сатурна. У газовых гигантов Урана, Нептуна и Юпитера они тоже есть. Только тонкие и почти невидимые. НАСА может преобразовывать плазменные волны, радиоволны и магнитные поля в звуковые дорожки и слушать, как звучит космос. Выходят довольно интригующие звуки, от коротких гудков до рёва похожего на сирену скорой помощи. В то же самое время космос – пугающе тихое место. В нём есть звуковые волны и вибрации, но человек не может их услышать. Харикла – это небольшое небесное тело, которое находится между орбитами Сатурна и Урана во внешней Солнечной системе. Её диаметр составляет примерно 260 километров. Она не является планетой, но у неё есть два собственных кольца. Солнце Начинаем нашу экспедицию с Солнца – гигантского шара, состоящего из газа и обжигающей плазмы. Ядро звезды составляет до 25% всего её радиуса. А внутри огромная сила притяжения создаёт невероятно высокую температуру и давление, благодаря которым водород превращается в гелий. В этом слое температура достигает 15 миллионов градусов Цельсия. Вся энергия движется к зоне лучистого переноса. У неё уходит 170 тысяч лет на то, чтобы добраться из ядра в следующую зону – конвективную. Там пузырьки горячей плазмы всплывают на поверхность Солнца. Здесь начинается слой толщиной в 483 километра. Эта газовая зона называется фотосферой. Она нагревается до 5500 градусов Цельсия и состоит из гранул, ячеек, плазмы, каждая из которых в диаметре достигает 966 километров. Продвинувшись вперёд, мы видим корону Солнца. Это тонкий слой атмосферы звезды. Температура короны достигает 2 миллионов градусов Цельсия. Так что нам лучше тут не задерживаться. Меркурий – это первая планета на нашем пути. Меркурий – самая маленькая из четырёх внутренних планет, и его диаметр на экваторе составляет всего 4800 километров. Также это вторая по плотности планета, уступающая только Земле. У Меркурия крупное металлическое ядро. Оно занимает до 85% всего объёма планеты. В нём содержится больше железа, чем в ядре любой другой планеты Солнечной системы. Недавно было обнаружено, что у Меркурия может быть твёрдое внутреннее ядро, а внешне может состоять из жидкого металла. Внешняя оболочка планеты состоит из гористой мантии и твёрдой коры, толщина которой составляет 400 километров. Меркурий слишком мал, чтобы удержать свою атмосферу, состоящую из водорода и гелия. Также планета находится слишком близко к Солнцу. Именно поэтому солнечные ветры продолжают сдувать небольшую атмосферу, которую планета безуспешно выстраивает. Венера. Наша следующая остановка – самая жаркая планета в Солнечной системе. Средняя температура которой достигает 465 градусов Цельсия. Давление на поверхности Венеры такое же, как на глубине 914 метров на Земле. Ширина металлического ядра планеты – 3900 километров. Это почти что расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Следующий слой состоит из расплавленной каменистой мантии толщиной в 1930 километров. Внутренности Венеры покрыты корой, которая состоит в основном из базальта и в ширину составляет от 10 до 20 километров. Плотность атмосферы планеты поражает. Она на 96% состоит из углекислого газа, на 3% – из азота, и повсюду растилаются густые облака из серной кислоты. Продолжение следует...